Это проект Радио Свобода Донбасс Реалии. В студии я, Алексей Мацука, приветствую вас. Согласно данным ООН, около 38 тысяч уехали из Донецкой области и Республики Крым. Однако независимые общественные организации дают совершенно иные цифры, которые значительно превышают официальную статистику. Есть прямая речь. Мы не ведем статистику перемещенных военнослужащих, потому что это задавайте вопрос в Министерстве обороны. Там достаточно серьезные цифры. Крымско-татарского народа, который переехал, просто гражданское население с Крыма переехавшее, а сейчас уже включился переезд, соответственно, в Донецкой и Луганской области. Поэтому эти цифры выйдут на цифру 100 тысяч. Мы можем посмотреть к концу, допустим, этого месяца уже будет четко понятно. Потому что государственный мониторинг, допустим, для регистрации граждан, которые регистрируются по этим центрам, приходишь, регистрируешься, одного человека регистрируешься, и семью сегодня регистрируют. Поэтому цифры разнятся. А сколько вы считаете цифр? На сегодняшний момент я не готов ответить за Донгенскую и Луганскую область. Приблизительно, я предполагаю, около 70 тысяч. Люди переселяются из горячих точек Донецкой области в более спокойные города. Кто им помогает и как происходит процесс переселения, разбиралась наша журналистка. Валентина, мать троих детей, приехала в Макеевку, чтобы спрятаться от войны. Ей пришлось оставить славянских пожилых родственников, уютный дом и хозяйство. Где теперь она будет жить и чем заниматься, женщина не знает. Надеется на помощь волонтеров. Бомбили город уже и находили осколки в своем дворе. 50 метров от нас попал снаряд. Соседний водород был на воронках. А 100 метров от нас попал в дом. Жертв не было, но дом разрушился, стал старше. И после этого просто прятались в подвалах. И ночевали там, идем сидеть. И сын сидел в подвале, говорит, мама, в самом 90-х. Молились. Сидели, молились. Здесь, в гуманитарном центре, беженцам из горячих точек помогают местные жители. Макеевчане обеспечивают переселенцев едой и вещами первой необходимости. Созрела мысль организовать пункт гуманитарной помощи в Макеевке и обеспечить людей жилье. Все это делается на добробойной основе. Люди сами предоставляют жилье. То есть те, кто раньше готовили на продажу квартиру, на сдачу, они приходят. Помощь в адаптации оказывают в Донецке. Сотрудники и волонтеры Ассоциации психологов Донбасса подготовили проект, целью которого стала бесплатная психологическая помощь беженцам и пережившим стресс дончанам. Координаторы проекта уверяют, что смогут помогать не только в шахтерской столице, но и выезжать в другие регионы. Это месяц, как мы затеяли это дело. Возникло спонтанно, когда мы уже поняли, что такая проблема существует уже в области. Потому что есть люди, которые пережили экстремальные ситуации. И это массовое явление. И, конечно, они сейчас очень нуждаются в том, чтобы какую-то психологическую поддержку им оказать. Ну, так вот получилось, что мы там собрались. На данный момент помощь волонтеров и некоммерческих организаций – почти единственный шанс на выживание для тысяч мирных жителей Донбасса, оказавшихся в заложниках ситуации. Единый центр по работе с переселенцами – лишь в планах государства, как и транзитный пункт для вывоза людей из зоны антитеррористической операции. И пока чиновники строят планы, нанечане продолжают самостоятельно бороться за свою жизнь в условиях постоянной угрозы. С какими проблемами сталкиваются вынужденные переселенцы на новых местах? С этим вопросом я сегодня обращусь к Александру Миланченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Из родной Константиновки вы переехали в город Киев. Расскажите, когда и при каких обстоятельствах? Я уехал из Константиновки 29 апреля, когда город был захвачен зелеными человечеками. То есть я занимался политикой, кроме обычной жизни. Я возглавлял областную организацию «Партия за Украину». И меня предупредили, что я нежеланный гость сегодня в городе Константиновки. Поэтому я вынужден был уехать из города. Затем, через некоторое время, пришлось уехать и моей семье. Скажите, новый закон, который приняли депутаты Верховной Рады о статусе вынужденных переселенцев. Вы каким-то образом относитесь к этой категории? Себя вы зачисляете в эту категорию? К сожалению, на сегодняшний день я зачисляю себя в эту категорию вынужденных переселенцев. Ну, новый закон, по моему мнению, он был принят хотя бы для того, чтобы люди увидели, что Верховная Рада и государство хоть каким-то образом замечают о том, что есть определенная проблема. И я считаю, что над этим законом надо еще работать, работать и работать. И много вносить с колен, с колес, решать те вопросы, которые возникают. Я бы еще посоветовал нашим депутатам Верховной Рады, чтобы не изменять каждый раз закон, а больше дать полномочия все-таки в этом вопросе правительству, которое еженедельно заседает, и где они могли бы более оперативно решать многие вопросы переселенцев. Александр, с какими сложностями вы сталкиваетесь на новом месте? Может быть, ваши коллеги, которые также приехали из Донецкой области? Мне, может быть, намного чуть-чуть проще. У меня есть ангел-хранитель в городе Киеве, это Андрей Кобринский, который помог с жильем. И хотя бы вот этой проблемы у меня сегодня нет. Все остальные, конечно же, проблемы у новых переселенцев есть. Это жилье, это и временная работа или какая-нибудь работа. Это возможность, может быть, где-то же общения. Неготовность людей жить в новом месте. Непонимание людей, что ситуация очень сложная и надо немножко потерпеть. А каким образом вы оплачиваете коммунальные услуги? Такой простой вопрос, да? Недвижимость осталась в Константиновке. Как снимать показатели счетчика? Я думаю, многих это волнует. Ну, на сегодняшний день показатели счетчика в моей квартире на нулях. Почему? Потому что нас там нет, мы ничем не пользуемся. У меня индивидуальное отопление, мне в этом повезло. С этим проблем, я думаю, нет. А оплата уже квартплата, я думаю, решим по мере того, когда мы вернемся в город. Если говорить о тех, у кого нет счетчика, можно, конечно же, в будущем будет решить эту проблему через суд. Потому что мы получаем, когда ты приезжаешь на новое место жительства, идешь в управление социальной защитой, ты получаешь, регистрируешься, тебе отмечают, в какой день ты зарегистрировался. И по существу, я думаю, этот документ будет приниматься в суде. Но я считаю, что должно быть постановление кабины, чтобы не через суд была возможность, а чтобы на основании этих справок все коммунальные службы принимали документ, справка, когда ты приехал, с этого момента, чтобы ты не платил коммунально. Я думаю, что это очень простой вариант, демократичный. Руководитель Донецк-Убулгаз, это предприятие, которое осуществляет поставки потребителям, так прокомментировал ситуацию с оплатой коммунальных услуг. В Славянске все равно проживаем около 40 тысяч еще людей, по нашим подсчетам подразумевиковых 120 тысяч, и остановить остановление мы не имеем. Но при этом по нашим расчетам и по нашей статистике мы уже потеряли более 500 тысяч кубических километров ваза. Это, конечно, цифра уже для нас, для предприятия немаленькая, и мы хотели решения в этом вопросе. Точно так, как сегодня много живых домов разрушено, газоснабжение от них отключено, люди выехали уже с города, кто вообще выехал навсегда, кто-то выехал туда-то, чтобы перебыть и назад возвратиться. Но я не думаю, что в скорости они обводят свои долги и те начисления, которые мы сделали только ими. Александр, кто больше помогает вынужденным переселенцам государства или общественной организации? Как я уже сказал, у каждого нашего переселенца сегодня есть ангел-хранителя. В лице кого он? В виде государства, в виде общественной организации или просто обычного человека? Это уже кому как повезло. Ну, конечно же, больше помогают общественные организации и обычные люди. Почему? Потому что чиновнику он может делать только что разрешено. То есть ему должно быть законодательство, постановление и так дальше. У чиновника связаны руки, у государства связаны руки без законов. Как бы они не хотели нам помочь, если они отойдут хоть на йоту от закона, они попадают под прокуратуру, под пресс, правоохранительных любых органов. У общественности и простых людей им возможно то, что не запрещено, то можно. То есть любые возможности, им неограниченные возможности помогать. Поэтому создается впечатление, что больше все-таки работают и простые люди, и общественность. Какие рекомендации вы можете дать вынужденным переселенцам, нашим землякам из Донецкой области? Ну, первое, не паниковать. Второе, понимать, что они уезжают временно. Третье, понимать ситуацию, что мы попали в такую ситуацию. Иногда немного надо потерпеть. Иногда надо потерпеть эти невзгоды. Иногда надо потерпеть эту временность, куда они попадают в новую жизнь. И приготовиться к новой жизни. Не думать, что здесь будут золотые горы. Не думать, что здесь будет обеспеченность прямо на самом высоком уровне. Не думать, что встречать даже будут с простертыми бятьями. Мы временные переселенцы. Мы вынуждены отвечать за то, что произошло в нашем Донбассе. Каждый из нас, тех, кто вынужден сегодня переезжать, ответственен за то, что происходит сегодня в Донбассе. Льется кровь, война и так дальше. Мы тоже к этому причастны и в этом виноваты. Спасибо, что нашли сегодня время для Донбасс-реали. Я думаю, еще будем неоднократно видеться с вами в этой студии. А те люди, которые уже уехали из Донецкой области и находятся сейчас в городе Киеве, провели несколько митингов около правительственных зданий в правительственном квартале города Киева. Есть прямая речь, с чем они выходят на эти митинги. Проблема в том, что в Донбассе уже больше, из многих, кто тут, тривали периоды находятся, закинчиваются и финансы, и возможности существования. И проблема в том, что, в любом случае, эти проблемы не решаются. И люди остались на один из своих проблем. Мы хотим вернуться домой, но сейчас, я так понимаю, наибольшим временем все все равно неможливо. Заложники сотнями находятся в лапах боевиков, в лапах террористов. И почему-то сейчас никак правительство не реагирует на этот меседж. Одни из самых главных проблем, что эти люди находятся в статусе, ну, неопределенном. То есть у них нет никаких юридических прав, у них нет права там, нет никаких, они вынуждены были бросить и без документов. То есть оставить документы там, детей они не могут устроить в садике, студенты не могут устроиться в вузы, вопросы прописки остаются. Донецкая блогосфера активно реагирует на происходящее в регионе. Один из самых ярких постов, который опубликовал депутат Донецкого областного совета Виталий Кропачев, опроверг информацию о том, что в регионе строятся фильтрационные лагеря. В частности, Кропачев пишет, выдумывают какую-то новость, а потом начинают ее гонять по всем каналам, чтобы до каждого зрителя дошло, какая киевская власть кровожадная и безжалостная. Особо, правда, не заморачиваются, копируют ненавистных фашистов, с которыми наши деды, дальше вы знаете. Последнее изобретение Киселева – миф о фильтрационных лагерях на Донбассе, которые спешно построили для беженцев, покидающих родные дома. Что уж говорить о простодушных гражданах, более всего на свете боящихся правосеков и бендеровцев, которых они, кстати, в глаза не видели. Для них попасть в такой лагерь – самоубийство. Вот что с нами делает пропаганда чужой страны, умело подхваченная доморощенными отщепенцами. И то, что слухам верят на самом деле, очень показательно. Теперь о том, что знаю на 100%, никаких таких лагерей для беженцев нет и быть не может. Украина впервые столкнулась с проблемой вынужденных переселенцев. К ее решению подключились местные органы самоуправления, государственная областная администрация, правительство и ряд общественных организаций и инициатив. Наиболее известные из них – это «Восток СОС» и фонд Рената Ахметова «Развитие Украины». Все контактные данные этих организаций и людей, которые помогают вынужденным переселенцам, вы можете найти на сайте radiosvvoda.org, а также в наших социальных сетях в Фейсбуке и Твиттере. Сегодняшняя программа «Донбасс Реалий» подходит к концу. Наш проект полностью интерактивный. Найдите нас в социальных сетях в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке. Присылайте ваши фотографии, видео и тексты о том, что происходит в зоне антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. Самые интересные мы обязательно покажем в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok